МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему и как решить проблему? Узнаем. Качество жилищных условий в приоритете. Более 20 семей в Северной Осетии получили сертификаты на жилье. Кто в этот раз отметит новоселье? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 лет назад, в ночь на 8 августа, в Южной Осетии началась война. Началась внезапно и без предупреждения. Для братской республики эта ночь стала началом новой истории. Тогда на защиту родной земли встало новое поколение. Поколение тех, кто вырос на примере мужества воинов, защищавших свою родину еще в 90-х. В новой войне они были первыми, кому в неравных условиях пришлось встретиться лицом к лицу с врагом. О подвигах тех ребят сегодня вспоминали в Южной Осетии. Памятные мероприятия проходят в республике со вчерашнего вечера. Подробнее о них в репортаже наших югостинских коллег. Памятные мероприятия, посвященные грузинской агрессии, начались у музея сожженных душ Назарской дороги у селения Отпеть. По этой дороге 10 лет назад жители Цхимвала покидали объятый огнем город. Надо было спасти детей, родных и близких. Но вражеские снаряды и пули не пожалели никого. Десятки людей погибли в своих машинах. В ночь на 8 августа по традиции на Гергиевской лестнице проходит траурная церемония. Здесь в августе 2008 года великий маэстро Гергиев дал свой концерт-реквием. Сюда собираются тысячи жителей республики, чтобы скорбеть, чтобы помнить. Десятки фотографий и свечей в память о погибших. Слезы и воспоминания кровавого августа. Перед глазами та ночь, когда на спящий город обрушилась многовековая ненависть южных соседей. Была организована фотовыставка «Южная Осетия» глазами фотокорреспондентов российской газеты. Десять лет между войной и миром. В республику приехали родители российских солдат, которые погибли на осетинской земле. Они выразили слова благодарности народу Южной Осетии за то, что они не забывают подвиг их детей. Очень страшное слово «был». И всегда, когда его произносишь по отношению к близким себе людям, сердце сжимается болью. И я рад, что десять лет над Южной Осетией сияет мирное солнце. Вооруженные до зубов новейшими видами оружия современной техникой грузины ждали Блицкрига. И грузинская армия была уверена в своей быстрой победе. Ни грузинское руководство, ни их влиятельные американские покровители не учли одного. Им противостоят сильный духом войны. Олицетворением героизма в пятидневной войне стала группа разведчиков Амирана Багаева. Сегодня на одно знаковое место в нашем городе стало больше. Здесь увековечена в виде бюстов память о майоре Амиране Багаеве и капитане Азамате Джоеве. Десять лет назад они встретили на этом месте смерть. Ни шагу назад сражаться до последнего, ведь за нами город. Таково было решение командира Амирана Багаева. И девять парней вышли лицом к лицу с превосходящими силами врага. В тот день были потеряны одни из лучших офицеров Министерства бароны. Геройство, которое проявила группа Амирана Багаева, это было первое столкновение, боевое столкновение регулярной армии республики Грузия и одного маленького подразделения Министерства обороны республики Южная Осетия. И память о геройстве группы Амирана Багаева, геройстве двух человек, которые отдали свою жизнь, бюсты, которые мы сегодня открываем, она будет в народной, в людской памяти во все времена. Траурные мероприятия продолжились возложением цветов и венков. В верхнем городке российских миротворцев после молебна руководство страны, представители посольства России, четвертой военной базы, граждане республики возложили цветы. Затем прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Южной Осетии и оружейный залп, как дань памяти погибшим миротворцам. По традиции, 8 августа возлагают цветы к местам героически погибших ребят в городе Схимвал. На улице Героев памятник 18-летнему парнишке Льву Козаеву. Чуть дальше погиб ОМОНовец Томас Плиев. Боевые действия 9 числа развернулись и близ здания телевидения. Здесь и был смертельно ранен сотрудник МВД Владислав Газаев. Каждая улица в Схимвале как напоминание о героизме его защитников. Сегодня, в 10-ю годовщину августовских событий в Схимвале шел дождь. Первый раз за все эти годы. Может быть, просто капризы природы, но для нас это символично. Вместе с нами небо оплакивает всех, кого мы потеряли в августе 2008 года. Здравствуйте, Козаева Олимбетаев, Аида Кочева. Из Южной Осетии. Для Осетии. Иростон. Вячеслав Бетаров направил телеграмму на имя президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Глава Северной Осетии отметил, что для всего многонационального народа республики сегодня горькая и печальная дата. Нет ни одного жителя Северной Осетии, для кого события 10-летней давности не стали бы шоком. У каждого из нас сообщение о вооруженной агрессии грузинских экстремистов отозвалось с тревогой, искренней болью и сочувствием, говорится в телеграмме. Склоняем головы перед памятью безвинных жертв этой короткой, но страшной пятидневной войны. Будем всегда помнить имена героев, отдавших жизнь в боях против агрессоров. И, безусловно, будем благодарны России, вставшей на защиту народа Южной Осетии. Отметил Вячеслав Бетаров. Память жертв вооруженного конфликта в Южной Осетии почтили и в Москве. В Храме Христа Спасителя отслужили панихиду по погибшим. Она была посвящена жертвам пятидневной войны, мирным гражданам Южной Осетии, миротворцам и военнослужащим российской армии. В памятных мероприятиях принял участие заместитель председателя правительства Северной Осетии, полномочный представитель республики при президенте России Борис Джанаев, а также сотрудники постпредства и неравнодушные граждане. Кроме того, минута молчания в память о погибших была объявлена и в посольстве Южной Осетии. Сегодня там приспущен государственный флаг республики. А после восьми часов вечера в память о погибших будут зажжены свечи. И к другим темам. В поселке Верхний Фиагдон каждое лето из кранов течет вода черного цвета. Это доставляет массу неудобств местным жителям. Решить проблему не удается уже несколько лет. Администрация обеспечивает людей чистой привозной водой, однако этого недостаточно, отмечают местные жители. В проблеме разбирался наш корреспондент Николас Жиоев. Видео, на которых из-под крана течет черная вода, появляются в социальных сетях регулярно. Большинство из них снято в поселке Верхний Фиагдон. Автор ролика, воспитатель детского сада Елена Запорожцева рассказывает, крязная вода идет не только в жилых домах. Приносим воду из бочки, которая находится, машина находится в центре поселка. До недавнего времени у нас вода была очень плохая. Я даже сняла видео, выкинула его в интернет. На свой страх и риск, как говорится. Но сейчас немножко почище. Мы надеемся, что к открытию нашего детского сада все-таки вода будет чистая. Аналогичная обстановка и в Республиканском пульмонологическом центре, который расположен в поселке. Увидеть повара больницы с ведром воды – обычное явление. Заведующее учреждение объясняет, воду из-под крана использовать для приготовления пищи нельзя. В течение нескольких лет у нас вода непригодна для употребления. После осадков вообще бывает очень грязная вода. Мы несколько дней не можем пользоваться этой водой. Раньше вода в поселок поступала с горного ущелья. Из-за таяния ледников и обильных дождей в водозабор попадала грязная вода. В местной администрации выход нашли собственными силами, проложили трубопровод с источника. Но диаметр трубы оказался недостаточным. И воды на всех в летний период не хватает. Поэтому коммунальщики вынуждены заполнять систему из старых источников. Проблема появилась 4 года назад. С 15-го года ежегодно, когда потепление идет, с наступлением лета появляется черная мутная вода. Наши меры какие? Мы тут же обеспечиваем людей привозной чистой водой. Это раз. Даем объявления. Я обращался и к руководителям республики, и к главе района. Мы с ОПШ хотели поменять эту трубу, но не удалось. Пока в администрации решают проблему, люди пользуются привозной водой. И надеются, что в скором времени в их краны все же вернется чистая вода. Когда решится вопрос с водоснабжением в поселке Феогдон, пока неизвестно. Система, введенная в эксплуатацию более 60 лет назад, требует обновления. А в республиканском бюджете, как говорят чиновники, средств не хватает. Николас Джоев, Алан Суанов, Новости Сети. Ну а сейчас остало время гладных тем в сегодняшней повестке федеральных СМИ. О них нам коротко расскажет Белла Бекоева. Белла, здравствуй, что нового сегодня в стране и мире? Здравствуй, Алексей. Владимир Путин предложил, поддержал, вернее, идею установить ГЛОНАСС на все самолеты. А в России могут увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте. О самых актуальных новостях прямо сейчас. Владимир Путин поддержал предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов модулем ГЛОНАСС. В ходе совещания Дмитрий Рогозин напомнил президенту, что сейчас все продаваемые в России автомобили оснащаются системой Аэроглонас. Это позволяет отследить положение машины и в случае ДТП срочно направить помощь. Аналогичную практику глава Роскосмоса предлагает распространить и на самолеты российских авиакомпаний. Это даст возможность более точной навигации для экипажей. Идею Рогозин предлагают утвердить законодательно. Минтранс страны предлагает увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора до 2000 рублей с нынешних 100 рублей. Несмотря на принимаемые РЖД-меры по снижению непроизводственного травматизма, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов травмы получили более тысячи человек. Из них 777 погибло. Самым распространенным нарушением является переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом. В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников. Автором инициативы выступил зампред Нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышев. Он пояснил, что выполнение домашних заданий лишает детей свободного времени. Кроме того, парламентарий привел в пример опыт других стран, где уроков на дом учащимся не задают. Об этом сообщает информагентство Москва. По мнению депутата, из-за большой нагрузки школьники теряют интерес к учебе. А постоянный зубрежка плохо сказывается на здоровье подрастающего поколения. Чернышев предлагает дать детям время поиграть в футбол и подышать свежим воздухом. Алексей, на этом у меня все. Будем и дальше следить за развитием событий в стране. Спасибо, Белла. Еще раз напомним, это были новости федеральных СМИ. А мы возвращаемся к информационной картине Северной Осетии. В республике продолжается реализация программы устойчивого развития сельских территорий. В ее рамках молодые семьи и молодые специалисты смогут улучшить жилищные условия. К примеру, сегодня жилищные сертификаты получили 26 семей. Среди этих счастливчиков и семья Базаевых и селения Новый Батако. С ними встретилась моя коллега Верта Беджилова. В тесноте да не в обиде. Это девиз семьи Базаевых из Нового Батако. Два сына, две невестки, трое внуков. Старшая в семье бабушка Залина. Она, конечно, рада большой семье, но понимает, этот дом для восьмерых все-таки мал. Посмотришь, что вроде бы дом большой. А там зайдешь, там две комнаты только и калидор один. Мы в одной комнате. Я с внучкой, они, Тимур, с этой в другой комнате. А сыновья на диване. Один в другой, а другой на кресле. Мне кажется, что это мало. Земельный участок тоже крошечный. Но, несмотря на это, небольшое хозяйство на нем развернуть у Базаевых все же получилось. Ухоженный огород, корова с теленком и куры. Воспитывая троих детей, невестка Залина еще успевает работать в соседнем селе Хумалак, учителем остинского языка и литературы. Мечта о собственном доме для Залины и ее супруга Тимура стала реальностью. Уже совсем скоро молодая многодетная семья приобретет жилье по государственной программе. Причем в своем родном селе. Я узнала программу от администрации местного самоуправления города Беслана, к которому мы относимся. Я не верила, что от государства вот такая помощь. Вот так я узнала и собрала все документы, подала. И в скором времени мне позвонили, что мой сертификат готов уже на выдачу. Один миллион сто тридцать четыре тысячи. Такую сумму выделили семье Базаевых. Скорому переезду в новый дом рады и дети. Как и родители, жить они хотят в родном селе. Я бы хотела дом в Батако, в селе. Я не хочу жить в городе. Здесь интереснее жить. Помимо семьи Базаевых, сертификаты на улучшение жилищных условий сегодня получили еще 25 семей. Из них 19 – молодые семьи и молодые специалисты. Вручал их в торжественной обстановке глава республики Вячеслав Бетаров. Будем и дальше вести такую работу, чтобы создавать условия, как я уже сказал, в сельских населенных пунктах. И, конечно же, те средства, которые в республику будут поступать, больше не будут распределяться всем, кому удастся добраться до этой программы, а будут распределяться прежде всего для сельских специалистов. Это учителя, врачи, конечно же, специалисты аграрного комплекса. Это и агрономы, и животноводы, и механизаторы, и водители, и так далее. Всего в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году на улучшение жилищных условий с федерального бюджета выделено более 17 миллионов рублей. Из республиканского – 1 миллион 308 тысяч, из районных бюджетов – 5 миллионов 165 тысяч рублей. Размеры субсидий определялись из расчета стоимости квадратуры на каждого члена семьи. В этом году сертификаты получили на две семьи больше, чем в прошлом. Сертификатом нужно воспользоваться в течение одного года. В следующем году улучшить жилищные условия смогут 45 семей. Берта Беджелова, Алан Суанов, Новости Осетии. В селе Нигизель реставрируют памятник погибшим в результате схода ледника Колка. Памятник был открыт в 2003 году. За 15 лет занимались реставрацией только самого монумента. Сейчас же власти решили привести в порядок всю территорию мемориального комплекса. Работы должны быть завершены к 16-й годовщине трагедии, до 20 сентября. К этому времени планируют укрепить не только саму скульптуру, но и обновить лестницу к монументу. Также установят таблички с именами погибших. Деньги выделили местные власти из бюджетов района и села. Помогли и благотворители-бизнесмены. Администрация района, администрация села возьмет на себя работы по благоустройству самого памятника и его постамента. А с помощью спонсорских вложений проводятся работы по замене и укладке новой плитки, брусчатки, бордюров и благоустройства прилегающей территории. На Володикавказе открылась выставка, посвященная памяти погибших при сходе ледника Колка. В сентябре 2002 года страшная трагедия, произошедшая в Геналдонском ущелье, унесла жизни как минимум 125 человек. Главная идея выставочного проекта – помнить спустя годы. Экспозиция построена на фотографиях и интервью с родственниками погибших и добровольцами, которые пытались найти пропавших людей. Целых полтора года, не теряя надежды. Один из авторов проекта, художник и фотограф Алиса Гукоева, отмечает, что посыл у выставки очень мощный. Случилась вот эта экстремальная ситуация, жутко, ужасная, трагичная, но она в этих людях выявила лучшие их человеческие качества. И проект как раз таки об этом. Он о градусе, что ли, человеческого благородства, который зашкаливал там. Ухоженный двор для каждого дома. В рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» проходит благоустройство дворовых зон. В планах привести в порядок 34 объекта. Из них в Володе-Кавказе 27 зон, включая Центральный парк культуры и отдыха имени Костахи Тагурова. Сейчас благоустраивают дворы на улице Даватара. Работы проводят с учетом мнений жителей этих дворов. Подрядчика выбирали путем проведения тендера. В рамках этого проекта в этом году благоустраивается наш Центральный парк и дворы. В прошлом году мы благоустроили часть набережной в районе гостиницы «Владе-Кавказ» и также дворы многоквартирных домов. На следующий год, надеюсь, программа будет продолжена. Надеюсь, что с федерального центра к нам поступят средства не в меньшем объеме, чем мы получили их в этом. Спросим у наших жителей, что им нравится, что им надо, в чем необходимость. И постараемся в следующем году точно так же работы провести, обязательно с учетом мнения жителей, проживающих в этих дворах. Ну а наш выпуск новостей подошел к концу. Также за последними событиями Республики не забывайте следить на нашем официальном сайте iristone.tv и на официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова